Диалог в прямом эфире Этим номером вы можете воспользоваться с ваших городских телефонов Если у вас вдруг возник вопрос, а городского телефона под рукой нет Смело берите в руки мобильники, набирайте 770-13-14 770-13-14, это телефон Велком и МТС Как всегда, призываю вас не откладывать задавание вопросов, что называется, в долгий ящик Потому что уже достаточное количество вопросов к нам поступило Поэтому, если хотите услышать ответ на ваш вопрос, задавайте их, не раздумывайте Сегодня мы продолжаем знакомить вас с новыми руководителями различных структур Сегодня у нас в гостях начальник Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Игорь Владимирович Иванов Игорь Владимирович, здравствуйте Добрый день Вы были назначены относительно недавно на эту должность В сентябре 2018 года, но в инспекции вы человек не новый Вы долгие годы отработали Несколько слов о себе, что считаете нужным рассказать нашим телезрителям и радиослушателям? Мне 39 лет На 2002 году я закончил Витебский государственный университет Учитель географии и биологии Биологический факультет В этом же году я попал на службу в данное ведомство Но тогда мы еще не были при президенте Назывались инспекция охраны рыбных ресурсов и охотничьих видов животных Относились мы к Министерству природных ресурсов И в 2002 году была создана по инициативе главы государства Государственная инспекция охраны животного и растительного мира Вот непосредственно на базе бывшей инспекции Работал в должности государственного инспектора Затем старшего государственного инспектора Витебской областной инспекции В том году, в 2018 году Был назначен на должность Начальника Оршанской межрайонной инспекции Перебрался в город Орша Ну вы в инспекции человек не новый Но судя по вопросам, которые к нам поступили уже Как я сказал, кстати, уже их много Но в основной своей массе они не относятся к вашей компетенции То есть не ваши вопросы, что называется Поэтому давайте мы в самом начале программы Очертим, скажем так, круг ваших обязанностей Что вы курируете, чем вы занимаетесь Чтобы телезрители и радиослушатели понимали На какие темы можно задавать вопросы Ну, основные задачи государственной инспекции Это обеспечение государственного контроля За исполнением законов, указов президента правительства Других организаций государственных Касающихся отношения охраны и использования объектов Животного и растительного мира Лесного фонда, земель, занятых под древесно-кустарниковой растительностью А также организации, которые используют водные объекты Так, для разведения рыбы Именно для разведения рыбы Ну, простым языком сказать У нас основные наши функции Это контроль за природоохранным законодательным В сфере охоты, рыболовства и леса Хочу подчеркнуть, что леса Непосредственно, который находится вне населенного пункта Ну, за городом, скажем так За городом Да Вот это вот, если что касается вопросов В лесопарковых, это не ваше Это не наше Что в лесу, наше Ну, и все, что касается вопросов Я видел по вырубке деревьев По бездомным собакам, другим животным Это не ваше По вырубке в черте города В черте города, да То есть, чтобы сразу вот так Нет, это не наше Чтобы радиослушатели, телезрители понимали Я же сказал, это основные вопросы Как раз масса вопросов пришло именно на эту тему Ну, что ж Все, в принципе, очертили мы, да, круг Вашей деятельности Нет, я имею в виду не про себя Уже про инспекцию Да Можем приступать к вопросам, да, я так думаю Да, пожалуйста Что добавить еще О работе инспекции Будем уже беседовать в ходе диалога Да, и тогда так или иначе Да Итак, вот интересный вопрос такой пришел Слышал, что на озере Ореховском запретили троллинг Правда ли это? Что предпринимает? Так Вы Так, сейчас здесь так неразборчиво Вы ли принимали решение, куда можно обращаться Чтобы отменить это решение Нас много недовольных рыбаков Если нужно, мы готовы написать коллективное прошение или жалобу Но я хочу, чтобы вы начали, что такое вообще троллинг Я, честно говоря, этот термин раньше... Ну, я не рыбак, поэтому я не слышал, что это такое Троллинг это способ ловли при помощи лодочного мотора Когда граждане рыболовы перемещаются в лодке с пользованием мотора И при помощи спиннинга тянут за собой блесну воблер И тем самым производят лов рыбы хищный Как правило, щука... Дорожка, абсолютно верно Это я знаю, да Да А теперь, что касается вопроса Я сталкивался уже на своей должности еще до Нового года И уже после Нового года Лично мне задавали эти вопросы На телефон наш доверия в инспекцию Да, люди двух направлений Одни, наоборот, просили или говорили Как можно сделать, чтобы запретить на этом озере У них были свои претензии, например Им не нравилось, что выбивается массовый хищник Скажем так, регион далеко не богатый на водные объекты Если не сказать, что бедный И основная масса, которые вот именно задавали вопрос Говорили, что одно из самых больших водоем на нашей территории И его безжалостно выбивают рейлингисты Именно хищную рыбу Другая, уже когда вступил в силу закон Когда запретили действительно в январе месяце 24 января, если я не ошибаюсь Минсельхозпродам Это не мы принимали решение А именно Минсельхозпрод Принял решение О прекращении вот этого вот способа ловли На данном водоеме, на Ореховском Пошли уже звонки от других Рыболов, которые Основания, почему запретили Как сделать То, чтобы вновь разрешили Еще раз говорю, мы только исполнительный закона Мы не принимаем решение Где запретить, где разрешить И у людей, я так понял, два мнения Как всегда, собственно говоря Противоположные, да Кому-то это нравится, кому-то это не нравится Вот могу ответить заявителю, что Никто не запрещает, например, его, ему, коллегам Если это будет коллективное письмо Подать Петицию, например, с подписьми Там 5, 10, 15 человек Обосновать, главное, обосновать По какой причине они считают Что там нужно Именно нужно Разрешить троллинг Ну и ждать результата Это только если Я так понимаю, моторная лодка А если, например, за катамаран Вот я просто вспоминаю свои походы в Карелию И мы, так знаете, на катамаране Вот там с озера на озеро По реке Делали вот дорожку Почему я сразу вспомнил название Это, да Цепляли катамаран Ну и на катамаране За переход 2-3 щучки Мы вот так ловили Вот на катамаране Можно или тоже нельзя Вот с данным запретом Катамараны Это когда ногами крутишь? Нет Вашем понятии катамаран Нет, мы на веслах Вручную Вручную На веслах Без вопросов Это не запрещено На лодке, например Если ты лодки дорожку делаешь На лодке Если это ручным способом Без применения каких-то механических средств Это всегда было Есть, я думаю, и будет Это всегда у нас разрешено А катамаран ножной уже механическая Уже нельзя Нет, тоже можно А, тоже можно Это же своими усилиями Главное, чтобы моторчика не было Чтобы моторчика не было Да, да, да Поэтому В данный момент Пока именно действуют Вот эти нормы На озере Ореховском Будет запрещено Лов рыбы троллингом А куда обращаться? Вот здесь спрашивают вопрос Что если вот нам писать коллективное письмо То, собственно говоря, куда? Ну, вначале на область Можно даже вплоть до Исполкома своего Там же есть тоже Отделение, которое занимается этим Или можно сразу на область написать Но все равно решение будет приниматься в области А потом уже для согласования пойдет в Минск Где принимается уже окончательное решение Но еще раз говорю Здесь нужно непосредственно обосновать С чем это связано Почему должно быть так Как считают, например, данные граждане Но те, которые недовольны, что запретили, собственно говоря Да, да, да Можно еще сразу по этой же теме Что касается Много вопросов За нарушения Считается грубым нарушением Штраф от 20 до 50 базовых величин За данное нарушение Это предупреждаю И Изымается у гражданина Нарушившее законодательство Лодка Лодочный мотор И спиннинг До решения суда Не конфисковывается А именно изымается То есть это даже резче, чем Если пьяного Ловят за рулем Машина-то с первого раза Не конфискует Второй раз Если попался уже пьяным Тогда конфисковывается машина А здесь прям так сразу Вы знаете Я же не говорю, что суд Обязательно конфискует Тем более сумма огромная И лодка, и мотор И снастью Это больший день И штраф Приличный Да, приличный Поэтому все решает только суд Ну что ж По этому вопросу все Можно идти дальше Сейчас наступил весенний запрет На лов рыбы Есть ли какие-то изменения В правилах рыболовства Для граждан Если можно Уточните сроки И как дорого придется заплатить Тем, кто незаконно наловил рыбку Ничего в этом году не менялось По сравнению с прошлым Или позапрошлым годом У нас на территории Витебской области Сейчас наступил общий запрет Весенний на вылов рыбы С 10 числа Продлится он по 8 июня По это значит включительно Ну все как и было В принципе Разрешено гражданам Применение удочек Спиннингов С одним крючком В светлое время суток Вот это вот Хочу сделать акцент Именно в светлое время суток Но есть же какие-то Виды рыбы Которые сейчас вообще ловить нельзя Есть В данный момент Еще действует пока Запрет на вылов щуки Он закончится 25 апреля По 25 апреля 26 уже можно будет ловить И сейчас начался Вот буквально недавно Запрет на судака Закончится тоже 30 числа 30 еще будет запрещено Уже 31 можно будет В этот период времени Если вот например Граждане поймали данные виды На спиннинг Они обязаны в живом Неповрежденном виде Отпустить выловленную рыбу Назад В водоем О штрафах Здесь вопрос Скажу 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 Да Штрафы Они Что касается Административного кодекса Идет тоже От 20 до 50 Базовых величин Часть первой Стати 35 Но здесь Скажу Такой вот Сделал акцент Небольшой Что Выловленная рыба Незаконно выловленная рыба В период Именно запрета Идет коэффициент 3 Я могу Вот вам например Сказать расценки Которые действовали До запрета Самая простая Наша рыба Плотва Окунь Густера Самая распространенная За каждую Особь Независимо размеров Большая Маленькая Огромная Именно за голову Кроме штрафа Который я уже озвучил Базовая величина За каждую голову Это начисляется Сверх штрафа Очень дорогая рыбка Получится А в период запрета Трехкратно Три базовые величины Лещ был Три базовые Ищука Лещ Три базовые величины Был Сейчас запрет Станет 9 базовых величин Ух ты Линь Или карась золотой Был 6 Сейчас соответственно 18 Точно золотой Точно золотой А вот головаль Которого Очень много я знаю В Днепре Был 9 А станет Одна особь 27 базовых величин И Независимо Головаль там был Или 5 килограмм Или 10 грамм Именно идет ущерб От головы 100 базовых величин Если ущерб составил Того же головля Это получается У нас 4 рыбины Достаточно То на данного гражданина Возбуждается уголовное дело И какая там ответственность предусмотрена? Уголовная Нет, но Какие-то сроки есть? Или там без В зависимости Сколько наловил Вообще Четвертая часть Статей 281 Влечет То есть Наловить себя можно И не только До 6 лет лишения свободы Вот я Ну и Долгое время Потом рыбкой Не попалываться И придется Хочешь не хочешь Возместить Ущерб Причиненный государству Так я правильно понимаю То есть Если Задерживается человек Вот в период запрета За незаконный За незаконный Да Вот он Штраф обязательный И плюс он должен возместить Ущерб То есть Вы рыбу не конфисковываете А он как бы ее покупает У государства Вот по тем расценкам Которые вы назвали Только что Ну не покупают Он просто Ну да Ну вынужден купить ее По этим расценкам Да Поймал Ответи Заплати Поймал Заплати Так Ну по-моему все Там Единственное Что Почему такой большой запрет Все-таки Ну практически Два месяца Да Даже Май Июнь Да Он всегда был Всегда был Сколько я работаю Всегда именно эти сроки были Это Испокон веков Люди Рассчитали Люди знают Которые Именно Занимаются этим Можно сказать так Ихтеологи Люди которые работают В Министерстве природных ресурсов Окружающей среды Они смотрят По изменению климата По Когда у нас например Сходит лед Если брать из года в год Десятилетия И они примерно определяют В какой срок Нужно поставить Возможно В правилах есть такое Что можно сдвинуть Сроки запрета Например Его сделать Или раньше Или позже Но Само вот это вот 60 дней Оно не будет меняться Но это именно с нерестом Связано С нерестом С нерестом Наших основных видов рыб Дальше идем Итак Сам я не рыбак Но люблю активный отдых Сплавлялись вот На байдарках Занимаюсь дайвингом Без ружья Буду ли я нарушителем Если это будет Осуществляться В запрет Ну Сталкивались мы с этим Конечно Что скажу сразу Касается байдарок Байдарок Плавсредств Не обязательно Байдарок Любых катамаранов Лодок В период запрета Использование Запрещено Есть конечно Нюансы Это например Как у нас Я с Витебска уже перешел Например если можно Витебска Сурож Большой населенный пункт Половина находится С одной стороны Половина со второй Реки Западная Двина Ходит паром А также Люди Когда Ну Всякие же бывают Семейные обстоятельства Нужно Быстро переправиться У каждого есть своя лодка И там Решением Районно-исполнительного Комитета Согласование Согласование Опять же Минприроды И Оведомление Нашей госинспекции Подписывается акт И людям разрешают Использовать Плавательные Средства В период запрета Здесь Если Например Данный Гражданин Захочет Сплавиться На байдарках Может быть Были такие случаи Что приурочили Я помню К празднику К майскому К 9 мая Это все так же Согласовывается В принципе Дается разрешение Никаких вопросов Не возникнет А по поводу Дайвинга Двоякая ситуация В принципе Дайвинг У нас Если это действительно Дайвинг Разрешен Никому Не запрещено В принципе Плавать Снимать на камеру Или просто Любоваться Подводным миром Скажем так Да Но Из своего опыта Я уже 17 лет Работаю В структуре В этой Очень часто Как правило Человек заходит Закинет ружье Вначале Потом оденется Пустой зайдет Займется Незаконным ловом Все это притопит Выйдет Оденется в сухое Отъедет А потом Посмотрит Все нормально Заберет Вот это конечно Запрещено И это все Отслеживается Непосредственно Если конкретно Дайвингом Можно Вопросы От рыболовного Сообщества Орши Путь к трофею Их Так Два по-моему Сейчас мы по порядку Собственно говоря Начнем Итак первый Постоянно происходит Сброс воды В реке Оршица Весной и осенью А ведь это время Происходят самые Важные моменты В жизни рыбы Но рыба не может Зайти на нерест Для чего это делают Почему не предусмотрен Заход рыбы На нерест Из Днепра В Оршицу Значит Ну я Недавно работаю И другую Оршицу Не видел Была какая она Может быть Раньше Или наоборот Раньше на лодках Плавали Катера ходили Я не видел Я видел Я видел только Какая она была Осенью Какая сейчас Осенью Действительно Я увидел Что происходит Спуск воды Обратился Поинтересовался Минприроды Для каких целей Почему это делается Как мне Как мне Пояснили Согласно Проекта Есть разработан Проект Согласованный Который Прошел Экологическую Экспертизу Это обязательное Условие Когда шла Реконструкция Города Дожинка Дожинка Дополнительная Там была Убрали Или был Обводной Канал По которому Могла Рыба Его убрали Но это все На уровне Исполкома Скорее всего Даже Согласовано И утверждено Почему Они Закрывают Вот шлюз Например Как мне Пояснили При таянии Снега Особенно С России Массово Когда идет Вот это Они открывают Речка Оршица Заполняется Водой А потом Когда идет Спад воды Резкий Они просто Ставят дамбу Чтобы уровень воды Держался Чтобы Она не обмелела Чтобы не обмелелилась Как мне объяснили Что если Эту меру Не делать То Она просто Пересыхала Речка Ее можно было Спокойно Перейти Пешком Скажем так Но это Проблема Не только Этой речки Климат Меняется Я вот сам Замечаю С года в год По всем озерам Уровень Катастрофически Падает Просто Катастрофических Рек Озер Мельчает Все мельчает Днепр Поднепру Можно Судить Вот верхняя кромка Я не знал Какой он Раниц А там по берегу Можно увидеть Вот там Где верхняя Граница Вот там Когда-то Была вода Она практически Когда Днепр Разливался Вот она Туда даже Подтопляла Вот район Заднепрови Часный сектор Был весь в воде Итак Следующий вопрос Да Озеро Браздечно Находится в аренде И здесь Работают люди С понедельника По пятницу Путевку Можно приобрести Только в эти дни С 8 до 18 часов Но в это время Все рыбаки Находятся на работе И подъехать не могут Едет человек На рыбалку На выходные Но путевку Приобрести Не может Надо как-то Решить этот вопрос И сделать рабочими днями У них Суббота И воскресенье Люди платят За рыбалку На этом озере Браздечно Но хотели бы знать За что конкретно Они платят На сегодняшний день Там оборудовано Только 4 беседки И 2 мостка 2-3 семьи Приедут И расположиться Будет уже негде Где об этом водоеме Озеро Браздечно Можно подчеркнуть Информацию Конкретно По зарыблению Что делает арендатор Для этого И по квотам вылова Арендатор взял В аренду озеро На настоящий момент Он начинает требовать Оплату за речушку Которая впадает В него Промоверно ли это Еще один вопрос Есть оказывается Тут сам вопрос Большой В одном вопросе 5 задали Давайте Пройдемся по порядку Изначально Спрашивали Напомните Что они работают Только Все помню Значит Ну Со стороны инспекции Навязать Другой график Работы Мы конечно Не можем Мы можем Порекомендовать То же самое Вы говорите Сообществу Почему бы Коллективно Не Предложение Не внести Руководителю Это у нас Одно озеро Браздечное Это Бородульское Водохранилище Как я понимаю Лесхоз У нас Арендатор Руководителю Например Внести Предложение В связи С тем Тем Что Нас это не устраивает Как любителей Рыболов Просим Организовать Выдачу Или выделить Сотрудника Который будет Например Находиться В выходные Дни Такое кстати Делают много Где по области Я сталкивался Это логичное Зарабатывание денег Это и деньги Конечно Чтобы он находился Например На берегу Сделать ему Как делали В чашниках Например Какой-то На берегу Или он в машине Сидел Или такую Типа Не буду говорить Будки А то подумают Как собака Значит И чтобы Суббота Воскресенье Ну это основные Дни Когда приезжают Люди Рыболовы Выдавал путевку Но еще раз говорю Мы не можем Это навязать Это только По решению Самого Пользователя А вот по поводу За что платят Что есть Они говорят И расположиться Негде Что там совсем Места не оборудованы Для рыбаков То есть за что Собственно говоря Берут деньги Ну давайте Начнем с того Что Я ввел Именно В области Рыболовное хозяйство На тот момент Было у нас 63 арендатора В этой зоне Сейчас ответственность У меня один Лесхоз Добросовестно Относится К своим Именно К своим Обязанностям У них Было сделаны Все необходимые Документы Сначала БЭО Потом сразу Они сделали РБО Это непосредственно Основание Для того Чтобы они могли Ловить рыбу Сами И организовать Платно Любительское Рыболовство В договоре Аренды Который Был заключен Уже С областполкомом У них было прописано Что они должны Сделать Потом Собиралась Комиссия Я не помню Кто именно Был представителем Но Кто-то Из областполкома Там человек 5-6 Комиссионно Ну как должно быть Документы Есть такие Они выезжали Непосредственно На озеро Воочию Обследовали Его И уже На основании Вот этого Делали выводы Можно ли организовать Платное любительское Рыболовство И за это Брать у граждан Деньги Или этого Недостаточно Той инфраструктуры Которой Делал арендатор В 16-м году По-моему Был подписан Этот акт Там было написано Что есть В наличии Что Не видели Они препятствий Для создания Благоприятных условий Подписали акт И уже На основании Этого акта Они берут Деньги Решаем Говорю еще раз Если Так разобраться Не мы Решает Рысполком Облсполком Те Кто дает В аренду Кто за это получает Деньги Ну а ты в конце То что спрашивали Что взял в аренду Озеро А в настоящий момент Начинает требовать Оплату за Речушку Которая впадает В нее Ну есть четкие Границы водоема Которые описаны Там от Дамбы И Я где-то себе Даже вот помечал Не помню Как называется Мод в деревне В деревне В деревне Не знаю Это место Не подскажу Вот не помню Я тоже Не рыбак Не рыбачу Ну не буду говорить Есть определенные Границы По всем вопросам Можно в принципе Обратиться Да даже к нам Можно Если есть интерес Я не откажу Приходите Посмотрите Именно Точные границы И там про зарыбление Говорили Где Когда И чем Чем должно быть Зарыблено И чем фактически Зарыблялось Это на контроле Я буквально Не так давно Делал по арендаторам Это у нас было Перед сезоном Рыбалон Обязательно Мы делаем По каждому Смотрим Сколько выловили Сколько была доведена Квота На любительское На платное любительское И на промысел И сколько Фактически Было выполнено Сколько Чем должны были Зарыбить Сколько должны И сколько Зарыбили Тоже по факту На 100% Зарыблено Это я Говорю Точно И на 100% Выполнена Квота Потому что Если Или то Или другое Будет не выполнено Например Не зарыбили Тем Чтобы надо Прошли сроки Там у них Сейчас скажу Раз в три года Карпом И толстолобом Должны зарыблять Начальный период По памяти Осень 15 Или осень 16 Года Даже помню Сколько 14 тысяч Если это Двухлетка Нет Если двухлетка 1400 И если это Личинка Или годовик 14 тысяч Особи Должно было Быть выпущено При разовом Зарыблении По документам И воочию Мы присутствовали На зарыблении Зарыблено Озеро В полном объеме Что требовалось Что требовалось Документами РБО На основании Которых Они работают Это выполнено В полном объеме А периодически Это обновление Происходит Или это Как бы Естественный Процесс Вот оно Зарыбили Раз в три года Все это описано РБО Разрабатывается На 10 лет И там Все это Четко описано С каким видом В каком количестве Сколько И когда Нужно внести Вселить Вот эту вот Рыбу Ну и третий вопрос От этого же Общества В городе Сейчас запрет На ловлю Судака И щуки А возле Евроопта По улице Чернышевского Вечернее время Завидной Периодичностью Продают Эту рыбу Возьмите На заметку Этих Браконьеров Да Это является Нарушением То есть Возьмете На заметку Возьмем Обязательно Возьмем Раньше Это у нас Практиковалось В Витебске У нас Были Такие Граждане Которые Действительно В черте Горда Даже На дамбе В том году Вот мы Задерживали Ловили рыбу Курортная Зона Зона Отдыха У нас Река Видьба Ну если знаете Фотаны Сделали Возле Больницы Кардиологии И тоже Позвонили Граждане Говорят На малька Люди Такой Вот Неприличной Внешности Ловят Щук Сразу Бегают Продают И на эти Деньги Покупают Алкоголь Прямо Там же На месте Как на Конвейер Поставлено Мы Приехали По гражданской Форме Были Сели Посмотрели Засняли Зафиксировали Все И Комцу Мира И того Кто ловил И тот Кто продавал В принципе Ну что ж Половина программы Позади Мы сейчас Прервемся На рекламу Она будет Недолгой Не переключайтесь Продолжаем Программу Напомню Что у нас Сегодня В студии Начальник Оршанской Межрайонной Инспекции Охраны Животного И растительного Мира Игорь Владимирович Иванов И мы Продолжаем Отвечать На ваши Вопросы Итак Законно ли Поступила Инспекция Когда составила Протокол На моего тесте Который На одном Из водоемов Могилевской Области Из-за чужой Сети Достал Себе Несколько Окуней Сеть Не его Зацепил Ее Нечаянно Спиннингом Интересный Вопрос Вопрос Да Интересный И он Вы знаете Довольно Таки Распространенный Мы с ним Сталкиваемся Но здесь Жалко Не пояснено Какая часть Статьи Я так понимаю 1535 В любом случае Не написано Какая часть Была составлена Если Действительно Это была Чужая Сеть И он К ней Не имел Никакого Отношения Сам ее Не ловил Не выставлял Действительно В процессе Лова Любительского Спиннингом Зацепил ее Такое Бывает Я согласен Подтянул Увидел Что там Есть какая-то Рыба Это же Человеческий Фактор Бах Халява Рыбка Упала Я сам С этим Очень Часто Сталкивался И действительно Вырезал Вырвал Оттуда Забрал Ее Себе И Например За ним Наблюдала Инспекция Она Видела Видела Может быть Он ее И порезал Такое Часто Бывает Любители Режут Чью-то Сеть Порезали Но Тем не менее Рыбу Не отпустили И забрали И уже Когда он Приплыл К берегу Они Это Например Видели Или даже Зафиксировали Порой Люди Просто Даже Не понимают Что Тем самым Они Нарушают Законодательство То Протокол Был Составлен Правильно Правомерно Скажем так И Здесь Если Он Именно Он Идет Что Как Нарушитель Но Сам Не ловил А именно Изъял У нас В правилах Есть Что Гражданам Запрещено Изымать В рыболовных Угодиях Сети А также Рыбу Находящуюся В этих Сетях Протокол Составлен Правильно Правильно Штраф Там Идет Нижнего Предела Нет Там До 30 Базовых Величин Но Опять же Ущерб Вот за Эту рыбу Которую Он Изъял Пускай Он не Ставил Но он Забрал Себе Ущерб Опять же Ему Пришлось Возместить Штраф Небольшой Не так Как по Первой Части Согруб Нарушение Но Ущерб Как я Вам Окуней Один Окунь Базовая Величина За каждую Особь Сколько Их было Я не знаю Умножить Базовую Величину Количество Это Ему еще идет Дополнительно К штрафу В общем Ушиться Оказалось Очень Дорогой В данном Случае Идем Дальше Подскажите На каком Расстоянии От берега Я должен Оставить Свой Автомобиль Чтобы Не заработать Протокол Ну Это Я думаю Уже Все знают Вопрос Простой Легкий Это Очень Давно Было 30 метров От береговой Линии Независимо Рыбак Вы Не рыбак Приехали Вы Семьей Отдохнуть На берег озера Даже Не выплываете На лодке У вас С собой Нет удочек Вы Разожгли Мангал Подожарить Шашлык Отдохнуть Покупаться Подзагорать Поставили Машину На расстоянии Менее 30 метров Вы попадаете Под административную Ответственность Пускай Это не грубое Правонарушение Но тем не менее Нарушение Есть Но вот Палатку Мангал Можно Около Берега Ставить Палатку Мангал Ну Это не запрещено Это не механическое Транспортное средство А мотоцикл Механическое Транспортное средство То есть то же самое Мопеды Мотоциклы Все это А вот Сейчас Модно ездить На Квадроциклах Тоже Механическое Около берега То есть все Вот это Подпадает Под это Стоянка Да Ездить Ездить не запрещено Потому что у нас Много где люди Ездят вдоль И менее на расстоянии Но именно стоянка Да Стоянка запрещена Ну Хочу еще Дополнить Если честно Мы не настроены Что вот приехал Увидел Отдыхающую Вычитать их Там вот Так нельзя Это не сделать Из практики Мы делаем Устное замечание Это как мера тоже Дисциплинарного наказания Если человек Адекватный Любой адекватный человек Он же понимает Что да Действительно нарушил К тебе подошли По нормальному Объяснили Твое нарушение Извините пожалуйста Я отгоню Отогнал на нужное расстояние Нет вопросов Не составляет Административный протокол Я думаю Что с вашими инспекторами Неадекватно Вести себя Опасно Потому что Они При исполнении Служебных обязанностей Вооружены Насколько я знаю Обязательно Обязательно Вооружены То есть Лучше Адекватно Реагировать На все замечания Все люди Я не так давно Работаю в Воршу У нас и коллектив Поменялся Из тех Кто работал Остался один сотрудник Остальной штат Полностью Полностью Новый Я как начальник Совместные шрейды Ездим Смотрю на их поведение И на своем примере Показываю Как должен Как должен человек Общаться Инспектор Общаться С другими гражданами В Витебской Областной инспекции Например Когда я работал У нас Такого отношения Что например Он нарушил Он негодяй Его надо Наказать Отругать Такого не было Каждый человек Это личность Если он где-то И нарушил Законодательство Мы Не стараемся Его обидеть Или Как можно Больше Наказать Интересный вопрос Я слышал Что сейчас Могут наказать Даже за то Что я иду По городу И несу С собой Щуку В принципе Могут Сейчас В данный момент Пока действует Запрет На вылов щуки До 25 числа Или судака Он например Идет не щукой Это вот Как я рассказывал Буквально недавно Вот он наловил Щуку В пакет идет У него нет ни спиннинга Ничего нет С собой Но он несет В пакете Эту рыбу Пускай даже Продавать Там кто-то ловит Знаете Отец слышишь Рубишь А я отвожу Так и здесь Согласно правилам Рыболовства У нас запрещено Нахождение Запрещенными Орудиями Рыболовства На В километре От береговой Линии Водных объектов А также Рыбы Которые В данный момент Времени Запрещено Вылавливать Как сейчас Запрет Щука И судака Если у них Нет при себе Подтверждающих Документов На законность Приобретения На рынке Чек Или что-то такое Ну тоже говорю Каждому случаю Каждому случаю Нужно подходить Индивидуально Ну в принципе За такое Нахождение Вторая часть Статьи 15.35 В деревне Лисуны Есть скотомогильник Там ничего не захоранивает Говорят, что ежегодно В Оршанском районе Сбивают 20 лосей 20 косуль Где же и захоранивают Если не в Лисунах Ну на территории Оршанского района Насколько я знаю Сейчас есть Три скотомогильника Один из них Да, Лисуны Это Территория Бора Оршанского Скотомогильник Вообще Не для того Чтобы туда Например Свозили Вот этих Битых животных Которые По трассам Да Численность зверя Выросла Действительно Попадают Под колеса Бьют И кабаны И косули И лоси Но Вот эта Вся сбитая Продукция Она является Собственностью Охот Пользователя Он не должен Например Вот сбили Лежит Свежая Туша Я ее повезу Закопал Уничтожил Это Его Как бы Продукция Как охот Пользователь И он Имеет Право Распоряжаться По своему Смотрению Если она Свежая Без Подтеков Делает Заключение Он может Например Даже Для своих Нуж Использовать Например На корм Собакам На подкормку Забрать На приваду Так называемую Для волков Поэтому Что туда Как вот Пишет человек Что 10 По 10 По 20 И никуда Я не возят туда Куда их девают Это не обязательно Вот эти вот Скотомогильники Сделаны В связи с тем Что по АЧС у нас По кабану Я думаю Все знают До обыдых кабанов Они обязаны Именно утилизировать Вот этих вот Самых скотомогильников Заключение Там Ведслужбы Там врач Там комиссионно Особь застрелили Составили акт Там препараты Специальные Химические Засыпали Закопали Именно утилизировали Скотомогильники Ну вот Предположим Водитель Сбивает Лося Кабана Ну такое К сожалению В последнее время Все Даже у нас Да В Русланском регионе Встречается Вот И некоторые Насколько я знаю Вот сбили там Кабанчика Да По сторонам Посмотрели Нет никого Кабанчика Быстренько В багажник Закинули И поехали Предусмотрели Какое-то наказание Два случая Я только пришел на работу И до Нового года Было два эпизода Таких Одни Забрали косулю Сбитую Независимо Даже Они сбили Не одни А второй На фуре Забрал кабана Тоже Ну чтобы не пропадать Как потом выяснилось Пояснение По Всем этим эпизодам Были возбуждены Уголовные дела Если Сбитое Животное Перевозится И Стоимостью Ущерб Составляется Выше Сто Базовых Величин В эту категорию Относятся И косуля И кабан И лось То Возбуждается Уголовное дело По статье 282 Прим Это Транспортировка Разделка Перевозка Животных Если Даже Часто Бывают Зайцы Лежат На обочине Лисы Яноты Бомры Независимость Если У них Ущерб Не Превышает Сто Базовых Величин Тогда Составляется Административный Протокол Транспортировка Часть 2 Статья 1537 В принципе Что то Что то Наказуемо Это запрещено Многие люди Про это не знают Многие не знают Просто по своей Незнательности Попадают Под Ту или иную Ответственность Люблю Ловить Раков В последнее время Что то Поменялось В правилах На их Лов Не могли бы Вы подсказать Что именно Ну да Были чуть чуть Изменения Поэтому Объясняю Очень легко С запретом Запрет На вылов Раков Действует Точно так же Как на вылов Рыбы Витебской Области Начинается С 10 Ну Апреля И заканчивается По 8 Июня В этот Период Времени Раки Раков Запрещено Ловить Запрещено Так же В течение Года У нас Вылов Яйценосных Самок Ну Кто знает Я думаю Рыбаки Знают Когда Под хвостом Или Икра Или уже Вылупившиеся Личинки Рачков Рачков Основание Это около 60 Раков Среднего Размера Запрещено Разрешено Ловить Раколовками На человека 3 штуки Допускается Но нельзя Вот этого не было И многие Это не знают Оставляя Ловить Сейчас Используем Свет В умудировании Заряженным Ружьем Никто не трогал И не проверял Собака Была без паспорта Всегда Возвращался С добычи Один Два Зайца Лишнего Не брали Охота Была отдых Им удовольствием С появлением Инспекции Когда Проверяют До трусов Пропадает Всякое желание Охотиться Да и охотиться Не на кого За день Не встретишь Ни одного Зайца Это мнение Охотников Изменится Или что-нибудь Замена Начальника Инспекции А мне Вот вопрос Чтобы вы Начали с того Что у нас Со зверем В Аршанском регионе А потом уже Ответили на этот Что говорит Что не на кого Охотиться Я понимаю Сельский охотник Я сам начинал Как сельский охотник А что это такое Что значит сельский охотник Человек Который вырос В деревне Всю жизнь Охотился Знал лес Наизусть Свои Пять пальцев Держал собак То есть из дома вышел Он уже на охоте И он на охоте Да Ему не нужно было Чехол Не надо Разрешение было Все надо было Разрешение путевки Надо было Но вот такие вот Именно нюансы На такие вот нюансы Не обращали внимания И контроля Как такового Тогда не было Инспекции не было Инспекции не было У нас была инспекция Но мы Я еще тогда не работал Она занималась Непосредственно Только рыбой Рыбой Рыбохрана Так называемая И я сам С детства Занимался охотой У меня отец охотник Я болел Можно сказать Еще ребенком Именно охотой Горел И я знаю Эту систему Все изнутри В те времена Когда рухнул Союз В 90-е годы Дошло до того Вот эти вот Промышленные отстрелы Люди Стрики Которые знают Вот это Кто давно в охоте Они же это все Сами пережили Они знали Когда выбили Зверя Под эту марку Просто под ноль Не было В охоту годик Следа Копытного Животного Ни косули Ни кабана Ни лося Выбито под ноль Еще раз повторяю Все было И в те времена Если я не ошибаюсь На три года Было такое вот Решение Ну Решение действительно Нужное было Закрыли Всякую охоту На копытного Животного В связи с тем Что выбито было Все Ноль И потом Уже когда наши Инспекции Дали вот именно Функции По охране Охотничьих Животных Зверь Именно копытный Я не говорю Про заяц Там другая История Я сейчас Тоже расскажу Именно по копытным Животным Численность Стала расти Мы тогда Я только пришел Работать Мы тогда Сотнями Ружи изымали И в основном Основная часть Была Не зарегистрирована Но если он Старый охотник Он сам знает Что стреляли Все подряд Ты идешь В угодье Ты стреляешь То что выбежит Не то что у тебя На зайца На это Были конечно Охотники Я не говорю Что это все были Были охотники Честные Которые отдыхали Душой Они больше Любили послушать Например голос Того же гончака Собачки Походить по этому зайцу Но масса Основная масса Была мясозаготовителями Ну именно Тяжелые были Тогда Это было правда Это действительно так Ноль был И вот сейчас По сравнению С каждым годом Численность Какая становится Этих животных Ну очень растет Даже с учетом того Что кабана не стало Кабан есть Его пытаются Истребить полностью Но Из опыта Это не получится Это как бы не хотели Полностью Под ноль Уничтожить Не получится Выросла численность И косули У косули Или слушает И утки Было больше И куропатки И куропатки Было больше Кабан Кабан Численность Огромная Стала Кабана Такой не было Никогда Кабан Это всеядное Животное У него Очень Хорошее Обоняние Любое Гнездо Зайчат Маленьких Он чувствует Со 100 метров Он все уничтожал Все уничтожал И зайчат И гнезда Вот этих вот Птиц Уничтожают Но это мое мнение И я считаю Что оно Действительно Это правдивое Другое По зайцу По Травит Химией Тоже Касается На его численности Вы поля имеете ввиду Поля Поля Сейчас Удобрение Вносится Химически Это тоже влияет На его численность Но Изменится ли что-нибудь С заменой Начальника инспекции Это Как бы Такое Окончание Вопроса Мы будем Стараться Конечно Еще более Приумножить Количество Диких Животных Которые Находятся В наших Лесах Вы знаете Только что Пришел вопрос О озеро Бородулино Дачи стоят На самом берегу Бани Туалет У самой воды Куда обратиться Чтобы Защитить Эту экологическую Зону Министерство Природных Ресурсов Охраны Окружающей среды Это их направление Они Знают Как поступить Где Находится Ваша Организация И как Вам можно Позвонить Значит Мы находимся В центре города Это Орша Ленина 6 Контактный Телефон У нас 51 51 20 25 Это Круглосуточный Телефон До 6 часов Вы попадете Непосредственно К нам Все что Свыше Уже до утра До 9 Будет телефон Переадресован На Витебск На дежурную Службу Там всегда есть Круглосуточный Работает 51 20 25 Это Орша Почему На озере Девина Береговая Линия Огорожена Заборами Дачников Правомерно Это Нет Это Не Правомерно Это Тоже Эти Вопросы Касаются Экологов И прокуратуры Было Лет 5 Или Может 4 Года Там Я сам С областной Инспекции В том числе Мы были И на Девина Заезжали И И на Серикоротней Ну это Если тут Ближе Лежащий И ближе Возле Витебска Вместе С прокуратурой Мы объезжали Вот такие Вот проблемные Территории Которые Были Огорожены Непосредственно До уреза Воды Тем самым Они не давали Допуска Обычным Гражданам Рыболовам Прийти Пловить Например Рыбу Или Покупаться Выдавали Предписания И люди Просто их Устраняли Убирали На нужное Необходимое Расстояние Свой Забор И тем самым Давали Проход Гражданам Ну наверное Не знаю Может быть Последний Может предпоследний Вопрос Успею Задать Читал Варшанской Газете Что сейчас Проходит Республиканская Акция По добровольной Сдаче Сетей Можно ли Узнать Подробности Да Это Впервые У нас Такая Акция Проводится Мы Направили Во все Газеты Не только Варшанскую И в Дубровинский Район И на Радио Скиф Направили Данную Информацию На Радио И на Сайт Инфоград Если Граждане Добровольно Сдадут Запрещенные Орудия Рыболовства Сети Бредни Имеется Ввиду То они Будут Освобождены Нет административной Ответственности А там Санкция До 50 Базовых Величин СТА 1536 Если Например Скажем Сосед Подсказал И Вот На бане Видел У него сетки Сохнут Приехали Мы Сотрудники Милиции Неважно Кто То Человек Данный Попадает Под административную Ответственность Еще раз Говорю Санкция Довольно Таки Жесткая От 5 До 50 Базовых Величин То сейчас Если Желающие Люди То они Свобождаются От административной Ответственности Кстати Интересный Сейчас у нас Момент У нас По республике Акция идет Не так давно С начала Нереста В южных Районах Нерест Начался Раньше Чуть На сегодняшний Момент Если я не Сшибаюсь Более 13 километров Уже Сдано Добровольных Сетей 13 километров Это Много Много Ну и Совсем Коротко Знаю Что нельзя Ловить В темное Время Суток С лодки Наступило Ну здесь Как и в ГАИ Ну в запреты Если касается Запретов Запрет вообще Запрещено Во все остальное Время Как и по правилам В ГАИ Темное время Суток Наступает Час После захода Солнца И час До восхода Солнца Именно Ловить Перемещаться Ну там На лодочке Плавать Это можно А да Есть такое Если на лодке Вы просто Перемещаетесь То это Действительно Можно Ну что ж Наше время В эфире Заканчивается Я прочитаю Быстренько Зинаида Шкуратенко Хочется поблагодарить За засаженные Деревцами пустырь Между первой Молодежной Деревней Андреевщина Ну хоть Это не ваш Как бы вопрос Но тем не менее Благодарность Прозвучала Что вы хотели Сказать В завершении Нашей программы Очень бы Хотелось Попросить Граждан Людей Которые Рыболовы Охотники О оказании Помощи Штат полностью Новый Люди Новые Ну я имею ввиду себя Регион Незнаком Я хотел бы Чтобы у нас Просто сложились Такие доверительные Отношения Мы не настроены Именно наказать Мы Хотим Сотрудничать Потому что Каждый человек Он рыбак Он видит Где происходит То или иное Правонарушение И вот эта вот Помощь Сообщение Нам была бы Ну очень полезна Эта информация Потому что Если мы Сплотимся И вместе Займемся Этим делом То мы достигнем Большего результата Если будем Разрозненно Работать Спасибо Это был Игорь Владимирович Иванов Начальник Оршанской Межрайонной Инспекции Охраны животных Растительного мира Спасибо вам За что нашли время Пришли к нам Ну и хочу Обратить ваше внимание Что следующая наша встреча Диалог в прямом эфире Стоится 15 мая И в ней примут участие Представители Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии Всем самого доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин